Добро пожаловать! Это DJ Vigiland И мы продолжаем проходить Half-Life 2 Приключения не Жоры, а просто эпизод 2 Да уйди ты Короче, напали на нашу базу Упыри Ой, блин Вот это была ошибка А вот это анти-охотники Вот это, этот револьвер с ними легко справляется С четырех выстрелов Наш я мазал Промахивался Так Так, я еще в игру не включился, нифига Сейчас включусь Ой, вас тут не хватало Ой-ой На тебе взад Пердень твою Ааа Еще один тут Да их тут целое море На, в глаз Ааа Понравилось Че ты Так, че бы взять-то Во, это тоже убийца охотников Блин, не вижу Всех перебили Один Жора живой Ну не Жора, а Гордон Так Как-то надо Обезопасить базу От этих Идиотов Наверное, только Убить всех Как-нибудь Так, а куда мне идти? Ага, понял Черт Забир Я думал это граната Лови О, блин Сейчас я мышку настрою Начал фигово Серию Ну, ничего Вытянем Идут? Или не идут? Хе, просто ее шип Тупо шип Блин Туплю, торможу Но ничего Нормально Аа Понял Че ты там Мне фак Показываешь Аа Что тут Что там Одна вода Черт Меня зацепило Хорошо Да что ж ты Какой живучий Так, а жизнь тут есть? Ооо Больше нет Блин Ау Ах ты скотина Ху С-с-с-с-с-с-s-с-с-с-с-с-с С-с-сс, тоже тихо Ага А как нам за эту решётку попасть? А, там вода. Нефиг с ней. Да нефиг с ней. А, ну вот. Всё оказалось намного проще, чем я думал. Фу, искупаюсь. А, тебе доверено заткнуться. Чёрт. Пока. Чёрт. Чёрт. Так. А. Там где кнопка? Как закрыть-то этот люк? Чтобы его... Ничего не взял. Фример! А! Фример! Ты меня вообще слышишь? Тебе доверено изодировать отсек! Заткнись ты. Фу! Чёрт. Так, и... Ага. Чё за приходы? А пошли отсюда! Давай, Сунь! Давай, Сунь! Простите. Рад он сообщить. Заработала! Чё, обделался? Бывает. Давай я обратно включу. Нет? Это запах маленькой победы. Гордон! А? Слава богу, ты жив! Да. Хух. Эта часть позади. Да. Мы не могли попасть внутрь, пока ты не запечатал шахту. Двери бункера были заблокированы. Поистину, это печальная правда. Обрадую-ка я папу, что с тобой всё в порядке. Ага. Чё это... Папа? Да, Аликс. Всё хорошо? Гордон не пострадал? Всё в порядке, папа. Благодаря Гордону база безопасности. Чудно-чудно. Мы готовы смотреть передачу Джуки. Мы сейчас подойдём. Пускай Фримин следует за нами. Угу. Хорошо. Пускай я следую за вами. Если Алекс Венс примет на себя роль сопровождающей Фримина, я вернусь к своим почётным обязанностям. Конечно. Спасибо за помощь. Доктор Клеймер сказал, что Джудит улетела на север сразу же, как они прибыли сюда. Но он мне сказал, зачем. Он так смотрит ему вообще пофигу. Или она мне говорила? Да, да. Полагаю, я обнаружила место нахождения проекта. На данном этапе сложно... Не дождался нас. ...сказать, осталось ли там что-нибудь, что могло бы навести Альянса наш след. Я смогу высказать первые предположения уже через несколько часов. Если объект там, где мы думаем, понадобится не более... Прерываю трансляцию. Кажется, нас засекли. Нельзя было её отпускать. Нельзя было её отпускать. Нельзя было её отпускать. Нельзя было её отпускать. Не смог бы её удержать. Погоди. Тут есть что-то ещё. Что? Кактус? Это же Борей. Боже, бравый. Невероятно. Что? Борей? Он действительно существует? Да, да. Несмотря на свой мифический статус, это реальный корабль. Наши коллеги из лаборатории исследования природы порталов открыли довольно многообещающий проект. Но они так спешили обойти чёрную мезу и получить грант, что пренебрегли стандартными мерами безопасности. Мы слышали, что корабль просто исчез. Испарился. Сообщаем команду. Все думали, Борей сгинул навеки. Лучше бы он сгинул. Да, но теперь мы сможем использовать его против комбайнов. Пыли-то. Чёрная меза так ничему тебя и не научила? Такую мощь невозможно контролировать. Элай, риск, конечно, есть, но у нас в руках координаты, чертежи, радиочастоты. Со стороны доктора Мосман было очень умно зашифровать их в этом сообщении. Значит, она всё ещё жива. А если её схватит комбайна, они вытянут из неё всё, что ей известно. Полностью разрушит мозг. Но вовсе не обязательно, что... Я не стану полагаться на случай. Я лечу за ней. Элай, если и может быть что-то хуже, чем пленение Джудит, это твоё пленение. Пускай она что-то знает о Борей, но в твоей голове все планы сопротивления. Вот ты именно. А, доктор Кляйнер прав. Мы с Гордоном отлично справимся. Мы вернусь. Вот Гордон. Кляйнер? Почему ты не шифровал? Почему ты не шифровал? Почему ты не шифровал? Данные. Магнусен, я должен скотериться. Похож. Если ты ждёшь разрешение от комбайна, скоро они лично прибудут, чтобы тебе его перенять. Как можно скорее. Только всё будет готово. Папа, что с тобой? Я не позволю, чтобы это покорилось. Только не новая черная мяца. Черная мяца. Папа, будь готов к непредвиденным последствиям. Что ты сказала? Папа. Ой-ой. Все хорошо. Обоприс на меня. Ты до вас стоишь. Спасибо, милая. Через минуту на год. Мне станет легче. Хорошо. Тебе что-нибудь принести? Да. Если не трудно. Чашку чая. В зале для персонала есть чайник. Скипяти если у вас нет. Гордон, присмотришь за ним. Ладно. Спасибо, малышка. Непредвиденные последствия. Последний раз я слышал эти слова в черной меди. Ты вошел в испытательную лабораторию, и вдруг он прошифтал их мне на ухо. Ты знаешь, о ком я говорил. О нашем общем с другом. Когда он принес кристалл, я понял, что... Я понял, что испытание надо остановить, но не остановил. В тот день мир рухнул в Тартараве. А теперь... Теперь он использует мою девочку. Говорит ее устами. Будь он проклят. Мне стоит знать, что он спас ее из каких-то чертовых личных соображений. Гордон, не столько надо тебе рассказать. Между нами. Наконец-то у нас есть возможность. Держи. Все в порядке? Конечно, милы. Наши планы меняются. Мы не сумеем произвести запуск, пока эти страйдеры... Простите, что прерываю ваш пить. Если желаете, я подожду, пока вы закончите. Все в порядке. Да ну тебе. Фу, противный. Я вас догоню. Ладно. Какой же он... На, уколить тебя. Скоро здесь будут страйдеры. Любой из них способен уничтожить Афрекет. Нет смысла запускать ее, пока есть угроза. Ты доказал, что умеешь преодолевать трудности. Прям на бомбе сидит. Я передаю судьбу Белой Рощи и мое новое гениальное оружие в твою. Берешь и плюуууууууууууууууыуууууууу. Пляуууууу. И пистолетом. чем все что тебе надо сделать прикрепить ее корпусу страйдера а затем аккуратненько не успел изобрести механизм способный подбросить ее на такую высоту но твой манипулятор энергетического поля нулевого уровня ты про эту штуку что закрылись я здесь а ты про этого в боевых условиях мы будем передавать тебе устройство магнусона через подобные мини порталы окей эти устройства отключены ради безопасности в отличие от боевых они вот так теперь с близкого расстояния все выглядит элемент ну так учти что боевая цель при этом будет двигаться и стрелять да ладно урия передвинь мишень на дальний конец рельсов рельсов да ты гляди не это извержение не устроит свои боли бомбы да набил я уже руку да давай вернись да ты больной руками и взять нельзя сейчас ням-нямки съем а мы здесь заходили вот здесь еще стояли разговаривали типа марк 3 там марк 3 не существует есть только марк 2 что я позволил себе немного усовершенствовать ваш здесь здесь я соорудил полочку для устройств магнусона угу окей пейджер какой то а еще подкрутил радар так чтобы он показывал комбайнов красными точками окей а если вы заблудитесь он будет посылать сигнал на ваш костюм чтобы вам было легко отыскать машину хорошо можете меня не благодарить взгляните на карту мы сейчас здесь на южном краю долины остальные ребята тут у старой лесопилки к северу отсюда найдите их и они посвятят вас план ведения боя окей я останусь здесь чтобы наблюдать за сражением и докладывать об изменениях обстановки удачи да она мне нужна ну чтож мы поедем но уже следующей серии это был диджей вид это это вот надо л **** все Продолжение следует...